На данном турнире скрестили рапиры самые юные фехтовальщики Свердловской области в двух возрастных группах. 2008-2009 год рождения и 2010 год рождения и младше. И для многих из них это были дебютные соревнования. Слезы у тебя радости или поражения? Я проиграла. А чего не хватило? Я думала, что я выиграю. Родители не пришли, хотя у моей подруги они пришли. Из-за этого расстроилась? Да. Твои первые соревнования? Ну еще сегодня будешь фехтовать, может там победишь? Я не думаю. И таких эмоций в этот день в спортивной школе Полевского было предостаточно. Слезы на глазах юных рапиристов как в случае поражения, так и зачастую после побед. Все-таки первые соревнования накладывают свой отпечаток. Когда ты первый раз выходишь в зал большой, где много незнакомых соперников, просто дрожат колени. Это однозначно. Но и все равно выиграет, наверное, самый трудолюбимый. Вот кто больше тренировался, тот будет сегодня победителем. Воспитанник Полевской школы фехтования Максим Овчинников теперь тренер в Екатеринбурге. В этот раз он привез уже своих учеников на данные соревнования. Город Полевской всегда для меня останется родным домом, так что я себя чувствую здесь как в родных стенах. Дополнительная мотивация присутствует здесь, чтобы твои ребята лучше выступили? Дополнительная мотивация есть у меня, чтобы мой ученик вышел в финал, а с другой стороны был ученик моих тренеров. Для нашего клуба, для ребят это вторые уже соревнования, так что некоторые из них уже знают, что такое фехтование. А некоторые в первый раз приехали. Так сказать, обкаточные соревнования. Хотел бы, забегая наперед, сказать большое спасибо, что привели любовь к фехтованию моим тренерам Клавде Александровне Полнобок, Ирине Анатольевне Сушенцовой. В Полевской на данном турнире представляли 34 юных фехтовальщика, 18 мальчиков и 16 девочек. В младшем возрасте из полевчан никого в призах не было, зато первое место занял ученик Максима Овчинникова Никита Пататурка. Зато в возрастной категории 2008 года рождения у полевских раперистов две бронзы у Илоны Девятовой и Владимира Якунина. В командном первенстве команда Полевского заняла второе место в составе Илоны Девятовой, Варвары Маныловой, Олеси Березовой и Анны Гиберт. Соревновательный сезон на этом не заканчивается. Он в самом разгаре и после новогодних каникул будет еще много различных стартов. В том числе в Полевском состоится и традиционный всероссийский турнир по фехтованию памяти Виктора Хашимова.